Салман Кхан хотел стать писателем. Он помог многим звездам достичь того, кем они являются сегодня. Химеш Решами и Санжалива Бхансали были привлечены в отрасль благодаря помощи Салмана Кхана. Он, наверное, один из немногих, кто основал собственный фонд «Быть человеком» для детей и бедняков. Перед выходом фильма «Партнеры» у него был специальный показ для детей. Кроме того, после мероприятия каждый ребенок вышел с особым подарком в руках. Восемь фильмов, которые он снялся по всему миру, заработали более 1 миллиарда рупий. Салман Кхан попал в журнал People Magazine, который один из самых красивых мужчин в мире. Только три актера в Болливуде достигли этого – Махамендра, Салман Кхан и Ритти Крошин. Салман Кхан часто называют стартовой площадкой, поскольку он неоднократно запускал новые таланты в киноиндустрии, в том числе Нагма, Умика Чавла, Снеха Улау и Катрина Кайф, также Зарин Кхан и многие другие. Актер Салман Кхан также был источником вдохновения для таких актеров, как Агжун Капур и Ритти Крошин, чтобы они пришли в идеальную форму. В июле 2015 года Салман Кхан предложил пожертвовать прибыль своего самого успешного фильма «Брат Баджаренги» бедным фермером по всей Индии. На Салмане Кхане все хорошо смотрится, поэтому это отражается на молодом поколении, в том числе прическа из фильма «Все отдаю тебе» стала огромной популярностью в Индии. Актер Салман Кхан зарабатывает больше, чем голливудские актеры, такие как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Джонни Депп. Салман Кхан страдает невралгией троичного нерва, также известной как суицидальная болезнь, которая вызывает сильную боль в лице. В 1994 году фильм «Кто я для тебя» побил рекорды фильма «Месть и закон», став самым прибыльным фильмом того времени и сделал отличный бизнес за границей для болливудского фильма. Это был первый фильм, сделавший более 10 кролл-рупий на зарубежном рынке. Актер Салман Кхан упоминается в СМИ как «Король кассовых сборов», «Тигр Болливуда» и «Булкбастер Кхан». Это неудивительно, поскольку последние пять фильмов в кинопрокате Салмана Кхана собрали 230 миллионов долларов, что является превосходным результатом. Салман Кхан наиболее известен среди болливудских звезд своей благотворительной деятельностью. На протяжении многих лет он жертвует немалое средство на лечение детей. В 1906 году специально для этих целей им был основан фонд Салмана Кхана. Средства в фонд поступают от добровольных пожертвований, а также от продажи картин Салмана. Салман Кхан решил использовать для помощи нуждающимся и продал уже ряд своих картин для пополнения счетов фонда. Салман Кхан очень любит песни Кишора Кумара и Мухаммада Рафи. Актер Салман Кхан всегда носит браслет из бирюзового камня. Одна из его работ была продана в 2007 году за 1 крор, примерно 230 тысяч долларов. Актриса Хелен является мачехой Салмана. Салман Кхан начал встречаться с болливудской актрисой Айшфайрай. Об их отношении часто писали в СМИ, пока пара не осталась в 2001 году. Актеру Салман Кхану предлагали в фильм «Играться смертью» раньше, чем Шакру Кхану. Однако Салман Кхан не любит играть отрицательные роли, поэтому он отказался от роли, которая изменила судьбу Шакру Кхана. Он занял 7 место в первом глобальном списке самых высокоплачиваемых актеров мира по журналу Forbes с доходом 33,5 миллиона долларов США. Актер Салман Кхан живет в Гауксе Апартаменс, Бандра, Мумбай. По информации СМИ, 2019 года Салман Кхан состоит в отношении с румынской актрисой Юлией Вантур. Актер Салман Кхан занял второе место в рейтинге Индии с небольшим количеством запросов в Гугл с 2015 года и первое место в среде актеров Болливуда. У Салмана Кхана нет электронного адреса, он предпочитает разговаривать лично или по телефону. Актер Салман Кхан нарисовал плакаты для фильма «Да здравствует победа». Говорят, что в доме Амира Кхана есть несколько картин Салмана. Восковая статуя Салмана Кхана была установлена в Лондонском музее «Мадам Тюсо» в 2008 году. В 2011 году он занял первое место в списке «Таймс. 50 самых желанных мужчин» 2011 года по версии «Таймс». Во время съемок фильма «Бесстрашный» он наслаждался временем, проведенным с уличными детьми и раздал им около 200 велосипедов. В 2018 году фильм Салмана Кхана «Султан» получил три высших наград на Тегеранском международном фестивале спортивных фильмов, а именно за лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль и лучший режиссер. Это было действительно большой честью для Салмана Кхана. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. До скорой встречи. Увидимся.